Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более ста тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Молодой юрист по имени Джонатан Харкер отправляется в Трансильванию. Там он должен заключить сделку по продаже недвижимости в Лондоне. Его клиент – местный аристократ, граф Дракула. По пути в замок клиента Джонатан встречает множество местных жителей. Все как один говорят ему разворачиваться назад и не посещать владений графа. В Трансильвании ходит много слухов о том, что Дракула связан с темными силами и даже сам является монстром. Харкер не принимает эти разговоры всерьез и приезжает в замок графа. На пороге его встречает худощавый, лысый старик с пышными усами. Это и есть Дракула. Он живет в темном замке один и сам следит за его порядком. Граф любезно принимает гостя и Джонатан успешно заключает с ним сделку. Теперь аристократ владеет старым аббатством Карфакс в Лондоне. Харкер, пробыв в замке пару дней, уже собирается уезжать, но Дракула просит погостить его еще немного. В итоге герой понимает, что он здесь заперт и у старого графа есть на него какие-то планы. Позже Джонатан узнает, что Дракула на самом деле связан с нечистью и является древним вампиром. Аристократ всяческими способами не дает молодому юристу бежать из замка, а сам уезжает в Лондон внутри большого ящика с землей. Джонатана оставляют на растерзание трех прислужниц графа, которые также являются вампирессами. По счастливой случайности герой удается сбежать, но он долгое время не может вернуться домой. В это же время невеста Джонатана Мина Мюррей беспокоится о пропаже своего возлюбленного. Он давно уже должен был вернуться из командировки, но почему-то сильно задержался. От него также нет никаких вестей уже несколько дней. Мина гостит в городке Уитби у своей подруги Люси, которая в данный момент готовится к свадьбе. Ее сердце принадлежит молодому лорду Артуру Холмвуду. У него есть два близких друга, доктор Джон Сьюарт и путешественник Квинси Моррис. Все трое сделали предложение руки и сердца Люси в один день, но в итоге девушка выбрала Артура, хоть и осталась дружна с Джоном и Квинси. Во время шторма к берегу Уитби пристает корабль Димитрий. С его борта спрыгивает разъяренный зверь, похожий на большого пса, который вскоре скрывается в лесу. Во время осмотра палубы полицейские не обнаруживают никаких следов экипажа. Позже они находят тело мертвого капитана, привязанное к штурвалу. В его кармане лежит записка, где говорится о странных событиях, произошедших в пути. Виной пропажи всей команды является странное существо, убившее всех одного за другим. Сам же капитан привязывает себя к штурвалу в надежде, что страшная сила до него не доберется, но тоже погибает. Чуть позже Люси начинает испытывать недомогание и каждую ночь бродить во сне. Обеспокоенная подруга, понимая, что творится что-то странное, обращается к ее жениху Артуру. Холмвуд же просит помощи у доктора Сьюарда, который занимается лечением душевнобольных. Джон внимательно осматривает Люси и решает обратиться к своему коллеге, профессору Ван Хельсингу, эксперту в самых редких заболеваниях. Хельсинг прибывает на следующий день и понимает, что Люси угрожают темные силы. Нечто зовет ее каждую ночь, после чего девушка теряет много крови. Если не предпринять какие-то меры, то Люси может и не дожить до свадьбы. Молодой невесте делают переливание крови, а профессор Хельсинг приказывает плотно запереть окна и расставить цветы чеснока по всей комнате. К сожалению, даже это не спасает девушку от страшного рока, и Люси вскоре погибает при странных обстоятельствах. Тем временем Мина получает извещение о том, что ее жених уже как шесть недель находится в больнице Будапешта. Джонатан сильно истощен и испытывает горячку, но постепенно идет на поправку. Мина приезжает за ним в Будапешт, они женятся и вместе возвращаются домой. Все это время герой не говорит невесте о произошедшем и делает вид, что ничего не помнит. Позже, прогуливаясь по Лондону, Харкер с ужасом узнает в одном из прохожих графа Дракулу. Вскоре после похорон Люси по всему городу начинают появляться сообщения, что некая призрачная леди нападает на детей и кусает их в шею. Ван Хельсинг, Сьюарт, Холмвуд и Квинси Моррис отправляются на кладбище, где похоронена Люси. Там они обнаруживают, что гроб в ее склепе пуст. Девушка становится полноценным вампиром, и Хельсингу ничего не остается, кроме как убить ее. Он втыкает ей в сердце осиновый кол, отрезает голову и набивает рот чесноком. Затем Джонатан рассказывает Хельсингу о своих похождениях в Трансильвании. Профессор сразу же понимает, кто стоит за всеми страшными событиями и объединяет всех героев в борьбе против злодея. Пока вампир прячется в аббатстве Карфакс, Ван Хельсинг вместе с остальными уничтожают ящики с землей, чтобы графу негде было спрятаться днем. В это время Дракула нападает на мину, но навредить девушке ему не удается. Вампир сбегает в Трансильванию, но все герои в лице Ван Хельсинга, Холмвуда, Сьюарда, Морриса и супругов Харкеров следуют за ним. Профессор вместе с Миной следует в замок. Там Хельсингу удается убить трех вампирес. Тем временем остальные герои преследуют группу цыган, что везут ящик с Дракулой в замок. В итоге на подъезде к владениям графа разворачивается жестокая схватка. Большинство цыган погибает, а Моррис получает смертельное ранение. Время приближается к закату, а это значит, что Дракула вот-вот проснется. Моррис вместе с Харкером вскрывают ящик и убивают графа. Джонатан режет горло вампиру кинжалом, а Квинси пронзает его сердце ножом. Тело Дракулы превращается в прах. Затем Моррис, обретя спокойствие, умирает в окружении друзей. Дракулы превращается в прах.